Продолжается прямой эфир Добра Райницы Беларуси. Вера Каредникова и Евгений Перлин вместе с вами. Сегодня в полдень в студии продюсерского центра Spamash будет дан старт многочасовому музыкальному онлайн-марафону. Проект благотворительный и направлен на поддержку медицинских работников нашей страны. Подробности акции расскажет наша гостья, директор центра Анжелина Микульская. Доброе утро. Анжелин, доброе утро. Рады видеть. Доброе утро. Интересно в первую очередь спросить, многие ли артисты откликнулись на такой вот призыв поучаствовать? Это, наверное, даже было большим откровением, да, когда продюсерский центр Spamash выступил с такой инициативой. Мы обладаем площадкой для стримов на базе своего центра. И мы не планировали, что марафон будет, даже вообще сначала мы не планировали марафон, то есть это должен был быть концерт. И мы хотели пригласить артистов, те, которые на сегодняшний день хотели бы поддержать медицинских работников. Почему? Потому что мы все сейчас в ситуации, которая происходит, проявляем инициативы. Мы думаем, как помочь друг другу. Но как бы ни было, медицинские работники сегодня напрямую противостоят проблеме, а именно они приходят и плов с ней встречаются. И поддержка финансовая, это даже уходит на второй план, потому что на сегодняшний день мы видим, сколько помощи оказывается со всех сторон. И ведь медики об этом не просят. Они не просят финансово. Я им некогда просить даже. Да, у них очень много работы, и очень важно было поддержать эмоционально. И вот этот посыл приняли масса белорусских артистов. Настолько, что мы даже не уместились в общем-то в день. 8 часов, это большой марафон. Ну так, коротко, о ком, чтобы никого не обидеть. Как определяли вообще людей, которые будут... Вы знаете, как определяли, не было вот выбора, были люди желающие. И это и наши мэтры, наши легенды. Ну, кто, например? Это наша легендарная группа Песнеры. Это группа Стокс. Это и группа Дрозды, и молодежь. Это и наша Зена, представительница наша на Евровидении. Это и Ян Ярыш, и Иван Знанюк, Ксения Галецкая, Анна Шалютина. Очень много артистов принимает участие. И молодежь, вы знаете, и инициативных людей нам позвонил юный артист нашего театра русского, Валерий Русецкий, мальчик, 14-летний. И сказал, что, а можно я тоже приду, и я хочу прочитать стихи люди в белых халатах. Он тоже будет участвовать в марафоне. Здорово. А будет ли какая-то обратная связь со зрителем? Да, у нас будет на многих пабликах и продюсерского центра «Спамаш», это и Инстаграм, и Ютуб, и эти трансляции. Гиг ТВ тоже будет транслировать. Подключаются и другие телеканалы. Большое спасибо вашему телеканалу, который тоже поддерживает эту акцию, этот марафон. Вот сейчас, как раз, друзья, вы видите на своем экране хэштег, тоже можете выкладывать, публиковать фотографии, stories о том, что можно посмотреть. Хэштег вот здесь находится, и можете отмечать публикацию, чтобы люди узнали про этот марафон и подключились, посмотрели. Как можно будет поучаствовать и кому будете помогать? Мы адресно помогаем. Именно в этом марафоне третья клиническая больница, старейшая больница города Минска. Но мы планируем продолжить наши марафоны в поддержку тех, кто стоит сейчас в первой линии на этом рубеже. И в дальнейшем 10-я больница мы планируем тоже всех призвать. И знаете, что самое главное? Люди это делают с большой душой. Это так важно, почему и хэштег, который вы сказали, называется «Беларусь без коин». Это от нас зависит так сделать. Если мы все вместе, а беларусь мы такие, мы собираемся вместе и валим какую-то проблему сообща. А вот поэтому здесь мы бы хотели, чтобы не надо отвлекаться на что-то другое. Давайте объединимся и сделаем нашу «Беларусь без коин». Ох, вот здорово. Спасибо большое за такую вашу инициативу и за ваше огромное открытое сердца. И мы уверены, что огромное количество беларусов присоединится к этой акции. И все пройдет на ура. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях была Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «Спамаш». Мы говорили о музыкальном марафоне, который стартует сегодня в полдень на сайте продюсерского центра. И можно на многих площадках посмотреть об этом марафоне. Хотя бы на несколько минут подключитесь, посмотрите и поучаствуйте. Ну а наш фир продолжается.